Здравствуйте, уважаемые 11-классники! Сегодня на уроке мы с вами поговорим о лексических нормах. Вы знаете, что русский язык – это язык нормативный, и соблюдение лексических норм – это важнейшие условия правильности речи. Что подразумевают лексические нормы? Это, прежде всего, использование слова именно в том значении, в котором оно должно быть использовано. Это уместность его использования в тех или иных ситуациях. К сожалению, любой эксперт ЕГЭ может подтвердить, как часто мы при проверке экзаменационных сочинений встречаемся с лексическими ошибками. И, в первую очередь, они связаны с тем, что говорящий или пишущий не совсем точно представляет значение того слова, которое он использует. Обратите внимание на слайд. Вот, например, такое предложение. «Солдат упал навзничь и разбил лицо». Слово «навзничь» в толковом словаре, можно прочитать, имеет значение «упасть лицом вверх на спину». Соответственно, данное предложение построено неправильно и содержит лексическую ошибку. А вот слово «ничком» как раз таки обозначает «лицом вниз». «Итогом задумчивости о жизни». Задумчивость – это состояние. В данном случае, конечно же, выпускник имел в виду итогом размышлений о жизни. Или вот такая фраза «промышленные потребности людей». Наверное, выпускник имел в виду материальные потребности, и здесь это слово следовало бы заменить. Вот пример лексических ошибок. Знание лексических норм проверяется и на ЕГЭ при выполнении заданий пятого и шестого. Сейчас мы о них немного поговорим. Пятое задание подразумевает, проверяет ваше умение различать паронимы. Давайте вспомним, что такое паронимы. Паронимы – это слова, схожие, близкие по звучанию, иногда они схожи и по значению, но, тем не менее, имеют определенное различие в своем значении и в сочетаемости с другими словами, то есть в лексической сочетаемости. Паронимов очень много, мы сегодня разберем лишь некоторые из них. Вот перед вами паронимы, которые различаются приставками. Приставками «заплатить» и «оплатить». Часто возникает путаница с этими словами. Давайте посмотрим. «Заплатить» можно за что-то. Приставка «за» здесь вам будет подсказкой. Например, «заплатить за ужин». А «оплатить» можно что-либо, например, «оплатить проезд». «Одеть» и «надеть». Эти слова тоже используются так часто, что мы уже иногда и не замечаем, как делаем ошибки. Давайте запомним. «Надеть» можно на себя или на кого-то, а «одеть» можно кого-то. «Одеть ребенка», «надеть пальто». Вот эти паронимы различаются приставками. Паронимы могут различаться и суффиксами, как мы видим на следующем слайде. Например, суффикс «ческ» после «и» и суффикс «чн» может образовывать паронимы. В первом случае, в словах, в которых есть суффикс «ческ», имеется такое значение «основанный на», «относящийся к», «являющийся этим». Например, «относящийся к лирике», как к роду поэзии, являющейся лирикой. В таком случае мы говорим «лирическая песня», «лирический герой», «лирическое стихотворение». Но это же слово с суффиксом «н» «лиричный» будет иметь уже другое значение, отличающийся задушевностью, содержащий элементы лиричности. И тогда мы говорим «лиричный голос», «лиричное настроение» или «лиричные строки». Также паронимы могут образовываться с помощью суффиксов «н» и «ск», например, «конный» и «конский». Как их различить? Если суффикс «н» в слове, то это слово имеет значение «связанный с действующим вместе с этим». Конное состязание, конный экипаж, конная армия – это все связано так или иначе с лошадьми, с конем. А принадлежащие чему-либо или кому-либо – это значение имеет суффикс «ск», поэтому мы говорим «конский хвост», «конская грива» и «конский топот». Это что касается этих двух суффиксов. Также паронимы могут различаться и последними буквами. Например, «невежа» и «невежда» тоже часто бывает путаница. Запомните, что «невежа» называют невежливого человека, человек, который не соблюдает правила вежливости. Например, «парень со стаканом замер, видимо, испугавшись моего вскрика, но даже не извинился невежа». Здесь значение «невоспитанный человек». «Невежда» – так называют человека необразованного, который имеет поверхностные, может быть, знания. Например, «я превратил множество невежд в специалистов, в знатоков разных ремесел и наук». Здесь слово «невежда» имеет именно это значение, человек, не ведающий что-то. Теперь давайте потренируемся, проверяются в ЕГЭ, как я уже сказала, потренируемся выполнить задание ЕГЭ. В каком предложении вместо слова «враждебный» нужно употребить слово «вражеский»? Перед вами четыре предложения. На обратном пути группа разведчиков наткнулась на враждебную засаду. Он оказался во враждебном ему мире. Он проповедует любовь враждебным словом отрицания слова Некрасова о Салтыкове-Щедрине. Они не были готовы к столь враждебному приему местных жителей. Для того, чтобы разобраться, какое из этих слов нужно заменить паронимом, обратим внимание на значение слов. Слово «враждебный» образовано от слова «вражда» и обозначает неприязненное отношение. А вот слово «вражеский» образовано от слова «враг» и обозначает принадлежащее чему-то, как мы говорили, разбирая предыдущий слайд. Поэтому, если мы вдумаемся в значение слов, мы увидим, что второй, третий, четвертый пример, в них слово употреблено со значением «отношение». А вот в первом случае засада должна быть не враждебной, а вражеской, потому что здесь значение «принадлежность» к чему бы то ни было. Также знание лексических норм проверяется при выполнении шестого задания ЕГЭ. Здесь задания бывают двух типов – на исключение лишнего слова или на его замену. Перед нами предложения, в которых мы сейчас будем искать лишнее слово. В каких случаях слово бывает лишним в предложении? В том случае, если его лексическое значение уже выражено другими словами. В русском языке эта ошибка называется плеоназм. Например, когда мы говорим «активисты активно борются». Вот перед нами лишнее слово. Или он целенаправленно шел к своей цели. Например, здесь тоже два раза слово употреблено излишне. Посмотрите на первое предложение. На протяжении всей нашей жизни в наш мозг каждую секунду времени поступает множество сенсорных сигналов. Я думаю, что вы легко увидели, что здесь у нас с вами ошибка времени. Потому что слово «секунда» уже подразумевает времени. Молниеносная война невозможна только военными силами, как бы не превосходил агрессор жертву в области военных сил. Нападающий агрессор, слово «нападающий» было лишнее, поэтому мы его убрали. Он дважды продублировал фразу, сказанную им 10 минут назад, высокому парню, которого он хорошо знал. Слово «дважды» было лишнее, вот его сейчас уже нет, потому что продублировал и обозначает уже «дважды». Перед путешественниками разверзлась глубокая бездна, преодолеть которую было невозможно. Все мы знаем, что любая бездна глубокая, поэтому слово «глубокая» в данном предложении лишнее. Март в этом году преподнес немало неожиданных сюрпризов. Весна была ранней и затяжной, а первые подснежники появились уже в начале месяца. Мы с вами все любим сюрпризы и знаем, что любой сюрприз стоит в себе элементой неожиданности. Поэтому слово «неожиданный» по отношению к сюрпризу было здесь лишнее. Вот таким образом следовало бы выполнить это задание. Также шестое задание может звучать и по-другому, как я вам уже говорила. Это когда слово нужно не просто исключить, но нужно его заменить. Это бывает в том случае, когда мы имеем дело с тавтологией, то есть повторение рядом однокоренных или даже одинаковых слов, или когда имеется нарушение лексической сочетаемости. Например, «он сделал поступок». Это лексическая ошибка, потому что поступок можно только совершить. Итак, посмотрим на слайд. В возникновении болезни играют значения многочисленные клеточные и внеклеточные факторы, которые регулируют обмен кальция. Запомните, пожалуйста, что в русском языке есть два таких выражения. Играют роль и имеют значение. Путать их, как здесь в данном примере, нельзя. В возникновении болезни играют роль многочисленные факторы. Вот это слово и будет правильным ответом на ЕГЭ. В сюжете произведения Чехова первую скрипку исполняли изменения душевного состояния героя, динамика его противостояния обстоятельствам, бытовой рутине. В русском языке есть фразеологизм про первую скрипку, но он звучит так. «Играли первую скрипку», не «исполняли», а «играли». Поэтому слово нужно заменить. Вы знаете, что фразеологизм не подразумевает изменения хоть какого бы то ни было слова. Третье предложение. На месте тропинок укладывается плитка, устанавливаются детские городки, организуются места для отдыха пожилых людей, появляются площадки для выпаса собак, хорошее освещение и много зелени. Я думаю, те, у кого есть собаки, сразу заметили ошибку. Выпас собак не существует, собак выгуливает, поэтому для выгула собак, а выпас может относиться, например, выпас овец. Когда я был маленький, отец всегда говорил мне, что гордиться можно только тем, к чему ты предпринял усилие, и я запомнил эти слова на всю жизнь. Надеюсь, здесь вы тоже заметили ошибку. Не предпринял усилие, конечно же, а приложил усилие. Вот это слово будет употреблено правильно. Таким образом, мы с вами выполнили это задание. Перед вами домашнее задание. Если на слайде есть ваш учебник, по которому вы занимаетесь, вы можете выполнить задание из этого учебника. Если же по каким-то причинам у вас либо нет с собой учебника, либо вы не можете выполнить, либо по другому учебнику занимаетесь, я предлагаю вам выполнить задание по сайту решу ЕГЭ. Здесь задание перед вами. Закончить наше занятие мне хотелось бы, ребята, вот чем. Нельзя не только за один урок, но и за несколько занятий полностью овладеть лексическими нормами. Для этого нужно постоянно читать художественную литературу, пользоваться словарями, толковыми словарями, словарь паронимов есть, и тем самым развивать свою речь. Помните, что хорошо поставленная речь – это залог не только успеха в обыденных разговорах, в общении, но и залог вашего будущего профессионального успеха, которого я, конечно же, желаю вам достигнуть. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники. И не только одиннадцатиклассники. Мы думаем, что к вам подсоединились и ваши родные. Продолжим изучать самый сложный предмет – это геометрию. В данном случае нас интересуют объемы многогранников. Ну, что я и записал тут на доске. Посмотрим на классификацию многогранников. Опять же, мы их разделим на два типа – базовые школьные пирамиды и призмы. Если верхнее основание призмы собрать в точку, объем сразу в три раза уменьшится. Поэтому для запоминания – объем пирамиды в три раза меньше объема призмы. И не надо потом говорить, что так много формул, и их все трудно запомнить. В прошлый раз я тоже самое говорил про цилиндры и конусы. Первая задача. Жизненная задача. Я прочитаю условия, но запись буду вести кратко. Размеры бруска мыла, прямоугольный параллелепипед, обычно кусок мыла детское, за семь дней использования уменьшилось в два раза. На сколько дней хватит оставшегося куска мыла при такой же интенсивности использования? Вы представили себе, у вас был большой кусок мыла в начале, параллелепипед. И через семь дней равномерного использования остался кусочек мыла по размерам в два раза меньше. То есть и длина в два раза меньше уменьшилась, и высота, и ширина. Схематично я его изображу. Итак, между этим и этим кусочком прошло семь дней. Семь дней использовался этот кусок мыла. На сколько дней хватит еще этого кусочка мыла? Можно долго гадать, пока мы не перейдем к классической геометрии. Итак, объем прямоугольного параллелепипеда – это произведение трех его измерений – ширина, длина, высота. Это у нас формула для запоминания. Знать обязательно. Найдем отношение объема данного в начале и полученного через семь дней. Обозначим длинный ребер А, В, С. Ну а здесь А1, В1, С1. Имеем А умножить на В умножить на С делить на произведение индексных переменных. По условию все размеры в два раза уменьшились. Значит, А к А1 – 2 к 1, В к В1 – 2 к 1 и С1 тоже 2 к 1. В итоге получаем 8 к 1. Знаменитое отношение напоминает куб коэффициента подобия. И будем теперь внимательны при ответе на вопрос задачи. Начальный кусок мыла в 8 раз больше конечного кусочка мыла. То есть он был рассчитан на 8 дней использования. По отношению к тому кусочку, который остался в конце. Значит, если из 8 дней 7 уже использовались, то остается в использовании, как мы понимаем, 1 день. Итак, ответ. На 1 день хватит этого кусочка мыла при такой же интенсивности использования. Геометрия права всегда, если мы правильно используем формулы. Учим геометрию дальше. Значит, вторая задача. Вторая задача. Дана треугольная пирамида. Я ее сразу же изображаю. В основании треугольник. А, Б, С, вершина Д. Соединим ребра боковые. По условию. По условию. Объем этой пирамиды равен 135. Каких-то единиц измерения, кубических. Дальше. На сторонах, на ребрах взяли точки А1, В1, С1. Произвольно ли их взяли? Нет. В условии говорится, что отношение ДА1 к А1А равно 2 к 1. Отношение ДА1 к А1А. Отношение ДА1 к А1А. Отношение ДА1 к А1А. С7 к А2. Найти. Найти. Объем пирамиды. ДА1, С1, В1. Соединим эти точки. И мы видим сейчас две пирамиды с общей вершиной Д, но разными основаниями. А, В, С и А1, В1, С1. Как быть в этом случае? Никакой классической формулы нет. Есть только формула. Это у нас был объем параллелепипеда. Используем формулу объема пирамиды. Вдруг поможет одна третья площадь основания на высоту. В нашей задаче про высоту ничего не известно. То есть, если мы из точки Д опустим перпендикулярно нижнее основание, это будет высота данной большой пирамиды. А вот уже из точки Д опустить перпендикуляр на плоскость А1, В1, С1 довольно проблематично с точки зрения обоснования его основания, этого перпендикуляра. Поэтому надо подойти немножко с другой стороны. Рассмотрим два треугольника с общим углом альфа. А эти два треугольничка находятся в грани С, Д, В. Большой треугольничек и малый. Попробуем найти отношение их площадей. Итак, площадь Д, С, В к площади Д, С1, В1. Как мы знаем, справочный материал нужно использовать обязательно. Но я вам сейчас как бы подсказываю, уважаемые одиннадцатиклассники. Но каждый из вас, наверное, вспоминает, что для треугольников существует как минимум шесть формул площадей школьного базового уровня. Сейчас нам понадобится одна из них. Например, половина произведения двух сторон на синус угла между ними. Используем это для каждого из этих треугольничков. Одна вторая. Д, С на Д, В. На синус альфа. Альфа – это угол между ними. Делим на одну вторую. Д, С1. Д, В1. И на синус альфа. Синус альфа – величина одинаковая. Одна вторая тоже одинаковая. Поэтому, сократив на них, мы имеем ДС к ДС1 умножить на ДВ к ДВ1. Вот пока у нас первичное хорошее отношение получилось через длинный ребер этих двух пирамид. Теперь давайте дальше анализировать, как перейти к объемам. Раз мы нашли отношение площадей этих треугольников, выберем эти треугольники как основание пирамид. Но вершины пирамид возьмем в точки А1 и точки А. Всегда можно провести плоскость через ребро ДА перпендикулярную грани ДЦБ. И в этой плоскости провести перпендикулярную линию пересечения плоскостей. Сейчас как бы построением заниматься не буду. Пусть вот эта линия пересечения плоскости А, D, F с плоскостью ДЦБ и эти плоскости перпендикулярны друг другу. Тогда из точки А, если опустим перпендикуляр, из А1 опустим перпендикуляр и из точки А на линию пересечения плоскостей, то эти перпендикуляры будут расстоянием от точки А1 до плоскости ДЦБ и от точки А до плоскости также ДЦБ. Здесь очень важно сейчас заметить, что поставим точечки здесь О1 и О. Треугольник А1ОД подобен треугольнику АОД. Не вдавая здесь в более подробное объяснение почему, каждый из вас понимает, вкратце скажу. Это прямоугольные треугольники с общим острым углом, поэтому они подобны. Нас интересует подобие для того, чтобы задать отношение сторон. Значит, А1ООД относится к АО, это отношение катетов, как А1Д к АД. Это отношение, соответствующее гипотенуз. И зададим теперь отношение объемов. Ну а мы помним, что А1Д и АД, если используются у нас в условии, да, есть эти какие-то отношения, мы потом поподробнее разберемся, какие именно доли брать. Но А1О1 и АО в кратких обозначениях можно использовать как H1 к H. С теми же индексами, с которыми мы будем использовать далее объемы. Итак, объем 1 и 2. Первый индекс буду использовать к объему маленькой пирамиды. Значит, это у нас следующее будет. 1 третья площадь основания. А какое мы берем основание? Берем основание D, B1, C1. На высоту H1. Здесь 1 третья площадь основания D, B, C. На высоту H или H2, если соблюдаем индексацию. Далее я позволю себе убрать справочный материал. Я надеюсь, мы его не забудем. 1 третья сокращается. Отношения площадей мы уже с вами использовали. Так, в данном случае я взял обратную величину, поэтому главное не заблудиться. Была площадь ДЦБ к индексной площади. Значит, это будет ДЦ1 к ДЦ. ДБ1 к ДБ. И H1 к H заменяем. ДА1 к ДА. Итак, получен замечательный результат. Отношение объемов этих пирамид равно произведению отношений длин отрезков, расположенных на боковых ребрах. Будем только предельно внимательны дальше. По условию ДЦ1 к С1С. Например, лучше взять вот здесь так. ДА1 к А1А. То есть вот тут отношение сейчас 2 к 1. А у нас используется ДА1, то есть 2 доли ко всей стороне ДА. Поэтому ДА1 к ДА 2 к 3. Дальше. ДЦ1 занимает 7 долей из 9, 7,9. И ДБ1 занимает одну долю из 5, 1,5. Вот отношение объемов мы видим. Так как известен объем большой пирамиды, то легко отсюда выразить объем маленькой пирамиды. А объем маленькой пирамиды это В1 у нас. В1 равно 14. Перемножим. 135 умножить на В2. Ну а так как В2 135, то после сокращения В1 получим 14. Итак, интересный вопрос мы с вами рассмотрели. Нестандартное расположение пирамид. Использование отношений отрезков, расположенных по трем ребрам. Причем эти отношения могут быть абсолютно различными. И не находя ни высот, ни площади оснований, ничего, мы отвечаем на конкретный вопрос, связанный с отношением объемов. Вот эта тема очень сложная и интересная. Поэтому на сегодня я заканчиваю. Эта тема безгранична. Еще раз обращаю ваше внимание. Подобные задачи вы можете найти на сайте ФИПИ. И второй сайт Решу ЕГЭ. Раздел геометрия и вся бесконечность в ваших тетрадках и ваших головах. Желаю успеха. До свидания. Здравствуйте, дорогие одиннадцатиклассники. Сегодня мы с вами займемся решением качественных задач открытой формы ЕГЭ. Первая задача, условие которой вы сейчас видите на экране, посвящена рассмотрению вопросов, связанных с механикой. Маленькая шайба движется из состояния покоя по неподвижной гладкой сферической поверхности радиусом r. Начальное положение шайбы находится на высоте r делит на 2 относительно нижней точки поверхности. Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на шайбу, в момент, когда она движется вправо вверх, находясь на высоте r делит на 6 над нижней точкой поверхности. Покажите на этом рисунке, куда направлено в этот момент ускорение шайбы. По радиусу поверхности, по касательной поверхности, внутрь поверхности, наружу от поверхности. Ответ обоснуйте. Сопротивление воздуха не учитывать. Приступим к решению. Поэтому сначала сделаем рисунок. Укажем поверхность, по которой двигается шайба. Изобразим ее в том месте, в котором она находится по условию. И укажем, в каком направлении она движется. Выполняя первую часть задания, необходимо указать силы, которые действуют на эту шайбу. Здесь довольно очевидно существование двух сил. Первая – это сила тяжести, направленная вертикально вниз. Вторая – это сила реакции поверхности, которая направлена перпендикулярно поверхности. Но второй вопрос задачи, вопрос определения направления ускорения, оказывается более сложным, потому что ускорение направлено, следуя второму закону Ньютона, как направлено равнодействующая сил действующих на тело. Но дело все в том, что численные значения сил и, следовательно, длинных векторов нам по условию задачи неизвестны и определены быть не могут. Поэтому пользоваться динамическими соображениями для получения ответа на вопрос об ускорении здесь, скорее всего, не придется. Хотя ближе к концу мы увидим, что такой вариант тоже можно найти. Здесь более простым, мне кажется, является вариант использования кинематических соображений. Первое – шайба движется по кривой поверхности. Следовательно, она обязательно имеет центростремительное ускорение. Оно, кстати, направлено к центру окружности, в воду которой двигается шайба. Кроме того, учитывая, что шайба движется снизу вверх, это значит, что она движется замедленно. Поэтому у нее обязательно присутствует касательное ускорение, направленное против движения. Полное ускорение, которое имеет шайба, обязательно должно находиться как векторная сумма касательного и центростремительного. Сложив два ускорения векторно, мы получаем направление результирующего ускорения этой шайбы. Ускорение направлено влево от центростремительного ускорения внутрь этой сферической поверхности. Вторая задача посвящена вопросам, связанным с механикой и отчасти с теплотой. На полу неподвижного лифта стоит теплоизолированный открытый сверху сосуд. В сосуде под тяжелым подвижным поршнем находится одноатомный идеальный газ. Поршень находится в равновесии. Лифт начинает равноускоренно опускаться вниз. Опираясь на законы механики и молекулярной физики, объясните, куда сдвинется поршень относительно сосуда после начала движения лифта и как при этом изменится температура газа в сосуде. Трение между поршнями стенками сосуда, а также утечкой газа из сосуда пренебречь. Приступим к решению. Когда лифт начинает двигаться вниз с ускорением, поршень в силу его инертных свойств начинает запаздывать в своем движении по отношению к дну цилиндра. Следовательно, расстояние между дном цилиндра и поршнем начинает увеличиваться. Отсюда мы можем сделать вывод, что по отношению к дну цилиндра поршень движется вверх. Это эквивалентно увеличению объема, занимаемого газом. Учитывая теплоизолированные сосуды, мы понимаем, что процесс, происходящий с газом, одиабатный. Для него характерно Q равное нулю. И тогда первый закон термодинамики приобретает вот такой вид. Откуда дельта U можно записать как минус работа, совершаемая газом. Так как газ, как мы выяснили, не расширяется, и величина А газа является положительной, то дельта U является величиной отрицательной. Учитывая, что внутренняя энергия, изменение внутренней энергии идеального газа может быть записано по формуле дельта U равняется 3 вторых ню r дельта t, и эта величина получается отрицательной, мы делаем вывод, что температура газа уменьшается. Итого получается ответ. Поршень движется вверх, температура газа уменьшается. Третья задача посвящена вопросам, связанным с превращением жидкостей и газов. В цилиндре под поршнем при комнатной температуре T0 долгое время находится только вода и ее пар. Масса жидкости в два раза больше массы пара. Первоначальное состояние системы показано точкой на PV-диаграмме. Медленно перемещая поршень, объем V под поршнем изотермически увеличивают от V0 до 6V0. Постройте график зависимости давления P в цилиндре от объема V на отрезке от V0 до 6V0. Укажите, какими закономерностями вы при этом воспользовались. Приступим к решению задачи. Из-за того, что вода и пар долгое время находились в сосуде, пар можно считать насыщенным. Изменение объема, вызванное движением поршня у насыщенного пара, не должно приводить к изменению его основных характеристик, а именно давление насыщенного пара, плотности насыщенного пара и концентрации насыщенного пара до тех пор, пока пар находится в контакте с водой и возможно дополнительное испарение воды. Ясно, что в какой-то момент вода испарится, и впоследствии пар перестанет быть насыщенным, и его свойства станут эквивалентными свойствам обыкновенного газа. И тогда процесс изотермического расширения, который указан в условии задачи, уже будет происходить по закону Бойли-Мариотта. В каком же состоянии должен находиться пар, чтобы он перестал стать насыщенным? Какой объем должен занимать пар в этот момент? Для этого воспользуемся следующему. Плотность насыщенного пара, которая определяется отношением массы пара к его объему, пока пар насыщенный, продолжает оставаться неизменной величиной. Плотность пара, которая определяется отношением массы пара к его объему, пока пар продолжает оставаться насыщенным, остается неизменной величиной. Так как масса воды по условию в два раза больше массы пара, увеличение массы пара происходит при испарении всей воды в три раза. Следовательно, в три раза должен увеличиться и объем, занимаемый паром. Так как плотность пара во много раз меньше, чем плотность воды, исходный объем пара и воды несоизмеримо различный. Объем В0, который занимал у нас пар, является объемом сосуда, можно сказать так. Поэтому тот объем, который соответствует состоянию пара, когда он перестал становиться насыщенным, равен 3В0. И именно в этом месте на диаграмме завершается изоборический процесс. После того, как пар перестал быть насыщенным, его дальнейшее расширение происходит по закону Бойла Мариотта. И кривой линией, характеризующий процесс, происходящий с этим паром, является гипербола. Редактор субтитров А.Семкин